Начался самый сложный этап строительства моста через Керченский пролив. Специалисты приступили к возведению двух мощных опор, на которых будет держаться гигантская конструкция. Арка над судоходным фарватером. Георгий Лисашвили увидел, как воплощает в жизнь уникальный технический проект. Это один из самых масштабных и сложных этапов строительства. Именно в судоходной части мост через Керченский пролив достигает максимальной высоты. По проекту от нижних перекрытий до воды 35 метров. А от верхней точки арочного пролета целых 80. Любое судно, курсирующее между Черным и Азовским морями, пройдет, что называется, с запасом. Работа идет в круглосуточном режиме, что особенно важно в любую погоду, даже в шторм. Для этого еще на первых этапах строительства были созданы вспомогательные площадки, по которым на место возведения доставляют людей и стройматериалы. Для того, чтобы не зависеть от погодных условий, была создана временная инфраструктура. А именно рабочие мосты и технологические мостики. Рабочие мосты предназначены для доставки людей и материалов к месту производства работ. Технологические мостики предназначены для работы тяжелых кранов, грузоподъемности до 350 тонн, для работ по сооружению свайного основания. Сейчас формируются фундаменты для двух массивных опор, которые на себе будут держать весь судоходный пролет. Опоры установят на 110 стальных трубчатых свай, каждая почти полтора метра в диаметре. Строители подчеркивают, площадь возведения опор не затрагивает зону судоходства. Все работы идут за пределами фарватера, и судовому сообщению в проливе они не помешают. Укропненные секции свай доставляются сюда, на технологический мост, с помощью специальных барж. Стенды по укропнительной сборке свай расположены на острове Туза. Данное техническое решение позволило замкнуть весь производственный цикл в периметре стройки, что позволяет снизить нагрузку на уличную дорожную сеть и на паромную переправу. Оборудование для установки свай на Керченской переправе – одно из мощнейших в мире. Передовые технологии позволяют максимально ускорить процесс. Одновременно здесь забивают сразу несколько свай группами. Для дополнительной устойчивости всей конструкции трубы загоняют в грунт под разными углами. Глубина погружения на этом участке превышает 70 метров. К месту работ свай доставляют тяжелые краны, установленные на специально возведенных площадках, общей массой 4000 тонн. Ну что, готов? Да. Параллельно со строительными продолжаются работы и на дне, которые водолазы очищают от посторонних предметов – якорей, кусков арматуры, рыболовных снастей. Кроме того, водолазные службы постоянно контролируют состояние гидротехнических сооружений и рельеф дна в зоне строительства. Поставлена задача обследовать акваторию на наличие подводных гряд. Многие катера, которые курсируют на акватории строительства моста, при волнении цепляются днищем эти гряды подводные. Наша задача их обследовать, обнаружить и буйками ограничить район. Общая протяженность – 19 километров. Керченский – самый длинный мост в стране. В Таманском музейном комплексе уже презентовали специальную экскурсионную программу, посвященную грандиозной стройке. А на видовые площадки, откуда можно увидеть панораму строительства, в этом сезоне приезжают туристы со всех регионов России. Мы всегда ездим, много лет уже отдыхаем в Крыму и очень не хватает как раз вот этого сообщения, потому что хочется приехать на машине, чтобы увидеть все красоты. Интересно будет посмотреть на завершение этого строительства, потому что масштабы сейчас, даже то, что мы увидели на данный момент, они впечатляют. Арочный пролет, верхняя точка и главное украшение моста начнут возводить примерно через год. Все это время уйдет на строительство опор, которые возьмут на себя основную нагрузку. По плану Керченский мост будет открыт в декабре 2018-го. Именно тогда по нему проедут первые автомобили из Тамани в Крым. Георгий Алисашвили, Мария Михневич, Первый канал.